МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокая активность. В Чувашии прошло внутрипартийное предварительное голосование. Экзамен в режиме онлайн. Подготовку к ЕГЭ обсудили на еженедельном совещании правительства Республики. Камера, мотор. В Чебоксарах открылся 9-й международный кинофестиваль. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Москве глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с президентом ООО российские железные дороги Олегом Белозеровым. Разговор шел о расширении номенклатуры продукции, которую предприятия Чувашии выпускают для нужд железной дороги, а также о возможности участия предприятий и организаций региона в инвестиционном проекте ВСМ «Москва-Казань». В настоящее время высокотехнологичную продукцию для РЖД поставляют 20 предприятий Республики. Олег Белозеров поблагодарил главу Чувашии и правительства Республики за эффективную деятельность в организации работы железнодорожного транспорта в регионе. В воскресенье во всей стране прошло внутрипартийное предварительное голосование «Единой России». В Чувашии открылись 236 счетных участков. О том, как прошло голосование, в нашем репортаже. 22 мая стало не совсем обычным днем для россиян. Впервые предварительное голосование партия «Единой России» проводит одновременно во всей стране. В Чувашии в 8 часов утра открылись 236 участков для голосования. Жители Республики выбирали тех, кого считают наиболее достойными стать кандидатами в депутаты Госдумы и Госсовета Чувашии. За право быть выдвинутым в Государственную Думу от партии «Единая Россия» в Республике на предстоящих осенней выборах боролись 30 человек. В их числе депутат нынешнего созыва Алена Аршинова. За 4 года партийной деятельности она руководила разными проектами. Самый масштабный из них – детские сады детям. Конкуренция в рамках нашего внутрипартийного предварительного голосования очень высокая. Поэтому, конечно, в этом сложно. Потому что очень достойные кандидаты, очень много молодежи представлено в наших бюллетенях. Поэтому, конечно, и мой молодой возраст здесь не является каким-то эксклюзивом. Выразил свою гражданскую позицию и глава республики Михаил Игнатьев. На счетный участок он пришел с женой и сыном. Для Ивана это первое в жизни голосование. Чтобы отдать свой голос, пришлось постоять в очереди. В очереди постоял, с народом пообщался, своими избирателями пообщался, которые в прошлом году доверили мне. Это мне приятно. Обратную связь получил. Люди, самое главное, удовлетворены, довольны. По-доброму улыбаются, с утра встали, спорили, за какого кандидата галочку поставить. И то, что активность избирателей, активность горожан в данном случае сегодня высокая, это меня радует. Желающих проголосовать действительно оказалось больше, чем ожидали организаторы. На два часа дня явка превысила 14%. От этого действительно зависит наше будущее, на будущее моих детей. По крайней мере, на ближайшие несколько лет. Поэтому я просто обязан был прийти и сделать выбор. Мы надеемся на лучшее. Я думаю, наша жизнь все равно маленько изменится к лучшему. Иначе бы так не старались. Это говорит о доверии к процедуре предварительного голосования. Подать заявку на участие в предварительном голосовании мог каждый житель республики. В списке сегодня те, кто прошел предварительный отбор и активно участвовал в дебатах. Среди них Николай Малов. Я считаю, это хорошая площадка. Попробовать себя. И плюс, конечно, открывает определенные горизонты. Все те, кто принял участие в предварительном голосовании, они сегодня в нашей обойме. Сегодня мы в единой команде идем. И, конечно же, всем найдется работа дальнейшая. И в партии, и в нашей родной Чувашии. Свой голос отдал и глава города Леонид Черкесов. Благодарен организаторам, которые проводят эти акции, концертные программы. И действительно, это праздник, городской праздник. На участках звучала музыка. Детские коллективы демонстрировали свои таланты. Проводились различные конкурсы. Итоги предварительного партийного голосования будут известны после подсчета голосов. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Как прошло предварительное внутрипартийное голосование, обсуждают сейчас повсюду. В коллективах, на улице, в сети интернет. Своим мнением с нашей телерадиокомпанией поделился председатель общественной палаты Чувашии Алексей Судленков. Удивило то, что, несмотря на воскресный день, было очень большое количество желающих. Напротив буквально каждой фамилии, каждой буквы была живая очередь. Что мне симпатично. Первое, что партия власти решила попробовать определиться. Я думаю, она определилась. А кто же все-таки из активных шведов партии, которая на сегодняшний день является или хочет быть депутатом Чувашской республики или Государственной Думы, пользуется поддержкой населения. Это первое. Второе, ведь в ходе предвыборной вот этих баталий, они транслировались в режим онлайн, они были в интернете, можно было прочитать эти данные все. Люди излагали свои позиции и была предоставлена возможность, вот я был участником таких нескольких встреч, молодым людям, там 30, там с небольшим летом, мужчин, женщины, для им была предоставлена возможность высказать свою позицию. Я думаю, что многие их предложения будут обязательно где-то учтены, и они могут найти продолжение. Самое главное, вот эти люди получили, ну скажем, может быть, небольшой, незначительный, но опыт предвыборной борьбы. Они учились быть корректными, значит, вести полемику. Ну и вообще, в целом, я считаю, что вот эта вот практика, которая в предварительном голосовании, она себя оправдала, и она действительно послужит позитивно в том случае, когда мы будем отбирать людей в Государственную Думу. Сегодня в региональном исполкоме партии «Единая Россия» подвели предварительные итоги прошедшего голосования. Как отметили в региональном оргкомитете, явка избирателей на счетной участке оказалась выше ожидаемой и самой высокой в России. В целом, в республике проголосовали более 20% жителей. В некоторых городах и районах явка превысила 25%. Организаторы объясняют это хорошей информационной кампанией, которая провела партия тем, что предстоящие выборы будут совмещенными. В сентябре в Чувашии будут избирать депутатов федерального и регионального парламентов. Предварительное голосование тоже было совмещенным. Соответственно, своих сторонников на участке приглашали те, кто боролся за право стать кандидатом в депутаты и Госдумы, и Госсовета. Активность выборщиков была настолько высока, что на некоторых счетных участках закончились бюллетени по определению кандидатов в Госдуму. Чувашская республика, так же как и большинство регионов Российской Федерации, получила из Федерального оргкомитета, из Москвы, определенное количество бюллетеней по Госдуме, которые были отпечатаны на госзнаке со всеми средствами защиты. Количество бюллетеней, которые мы и другие регионы получили, составило примерно 15% от общего числа избирателей Чувашской республики. Соответственно, при такой высокой явке, которая была у нас в Чувашии, на отдельно взятых участках эти бюллетени кончились к середине дня. Но люди продолжали голосовать по бюллетеням в Государственный совет Чувашской республики, который изготавливал уже наш региональный организационный комитет. Председатель региональной счетной комиссии Сергей Тарасов отметил, что процедура предварительного голосования такого масштаба в Чувашии прошла впервые. При этом небывалый интерес к внутрипартийной жизни «Единой России» проявили другие партии. Хотелось бы отметить очень большой интерес проведения внутрипартийного голосования партии «Единая Россия» со стороны других партий. Вполне может быть, они оценивают наш какой-то, может, позитивный, в каких-то, может, моментах не совсем положительный опыт такой процедуры. Посмотрим, как это окажет влияние на политическую жизнь, по крайней мере, в республике. Организаторы отметили, что в ходе голосования не поступило ни одной письменной жалобы ни от наблюдателей, ни от кандидатов. Были единичные устные обращения, которые рассмотрены. К примеру, на одном из участков использовалась прозрачная урна. Также поступали сообщения, что на ряде участков выборщики делали отметки вне кабин для голосования. Нарушением это не является, подчеркнули в оргкомитете. «Можно сказать, что все перечисленные недочеты – это отдельные случаи, касающиеся в основном своей массе организационных и процедурных накладок. В целом, они никак не повлияли на воли заявления избирателей и, соответственно, не оказали существенного влияния на итоги голосования. Мне хочется искренне поблагодарить наблюдателей, кандидатов, которые помогали нам фиксировать подобные случаи. Ну и хочется искренне поблагодарить избирателей, которые на подобные технологии не поддались и честно выразили свое волеизъявление, свое мнение на избирательных участках». Окончательные итоги предварительного голосования по определению кандидатов в Госдуму и Госсовет Чувашии станут известны 25 мая. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Единый государственный экзамен в Республике должен пройти максимально прозрачно. Сдавать его школьники начнут уже на этой неделе. Подготовку к аттестационной кампании 2016 сегодня обсуждали члены правительства. Основной этап ЕГЭ стартует уже на этой неделе. В пятницу школьникам предстоит сдать географию и литературу, а на 30 мая назначены экзамены по русскому языку. В этом году в Республике аттестуют более 6,5 тысяч человек. «Для проведения экзамена задействовано более 2,5 тысяч организаторов, так называемые ППЭ. Они все у нас назначаются нормативными локальными актами Министерства образования. К нам приедут представители Самарской области, 203 человека. Они приезжают с собственным заданием. Мы узнаем об этом только накануне утром экзамена. И мы должны по их техническому заданию от розовернадзора доставить их в любую точку, в любую аудиторию». В этом году в Республике видеокамерами оборудуют все 650 аудиторий для сдачи ЕГЭ. Причем контролировать ход экзамена наблюдатели смогут на специальном портале. Через смотриега.ру каждую аудиторию можно видеть во всех регионах Российской Федерации. Там будут сидеть общественные наблюдатели, аккредитованные розовернадзором. Также в Республике мы создали ситуационный центр на базе института образования. На всех экзаменах в ситуационном центре регулярно будут сидеть наблюдатели, специально обученные для наблюдения за экзаменом. Сообщить о нарушениях наблюдатели смогут также с помощью интернет-портала. В режиме онлайн аудитория будет отмечена черной меткой, а экзамен остановят. В Республике начали активно готовиться и к купальному сезону. В этом году в муниципалитетах планируют открыть 13 пляжей, организовать места для отдыха на 15 прудах. Только на специально оборудованных территориях будут дежурить спасатели. Правда, далеко не в каждом районе создают такие безопасные зоны. Положительные оценки заслуживает работа администрации Маргауфского района, где планируется открыть по одному месту купания и отдыха населения в семье сельских поселений. Вместе с тем, стоит отметить, что в ряде муниципальных образований это в Алатрском, Батринском, Бресинском, Комсомольском, Красночитайском, Порецком, Урмальском, Шамушинском, Шамерлинском, Яльчевском и Янтикском районах работы по организации специально оборудованных мест для купания и отдыха населения ведутся неувидовательно. О местах, где купаться запрещено, людям необходимо напоминать чаще. На берегах диких прудов будут установлены предупреждающие аншлаги. Но, к сожалению, отчет потерь уже начался. С начала этого года в республике утонули три человека. Спасатели еще раз напоминают не купаться в необорудованных местах, не лезть в воду, будучи нетрезвым, и ни на секунду не оставлять без присмотра своих детей. Медрик Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В Порецком районе обнаружила тело священнослужителя, который безвестно пропал в декабре прошлого года. Что случилось с настоятелем храма села Русские Алгаши, сейчас выясняют следователи. По предварительной версии, смерть Дмитрия Автономова не носит криминального характера. Подробности нам сообщили в Следственном комитете республики. Дмитрия Автономова В настоящее время проведение экспертизы продолжается, назначено гистологическое исследование. Следует отметить, что пруд, в котором было обнаружено тело без вести пропавшего, ежегодно наполняется для разведения рыб в апреле, а осенью вода спускается. В то время, когда пропал священнослужитель, воды в указанном пруду не было. Работая ученицей кадетской школы номер 14 города Чебоксары, Кристина Кузьмина участвует во всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Степа», который проводит МВД России. Девочка прислала на конкурс полицейского дядю Степу, вылепленного из глины. Всероссийский конкурс проводится ежегодно в два этапа – региональный и отборочный финальный. Поддержать нашу землячку можно, проголосовав за ее работу на официальном сайте МВД России. Финальное голосование завершится 30 мая в 11 часов. Очередной девятый Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов, открылся в столице Чувашии. Более ста кинопоказов и творческих встреч в течение шести дней пройдут на 12 площадках Чебоксар, Козловки, Шумерли, Урмар и Сосновки. Прежде всего, в адрес руководства республики звучат слова благодарности за добрые традиции, которые поддерживаются, несмотря ни на какие тяжелые времена. Искусство никогда не бывает лишним, не только в жизни отдельно взятого региона, но и всей страны. Фестиваль этот состоялся только и исключительно потому, что Михаил Васильевич подписал указ о его проведении, а правительство изыскало средства для того, чтобы этот самый фестиваль произошел. И вот спасибо вам еще раз за то, что все-таки вы понимаете, что даже в непростое время какие-то вещи нужно делать. Время не стоит на месте. Появляются и новые традиции. Так, например, победители регионального этнического конкурса в следующем году, если он успеет снять следующую картину, будет участвовать в основном конкурсе. Председателем жюри основного конкурса в этом году стал известный российский и советский кинорежиссер, действительный член Российской академии кино, член правления гильдии кинорежиссеров России Вадим Абдрашитов. В кинофоруме примут участие 40 кинематографистов Москвы, Екатеринбурга, Орла, Калмыкии, Якутии, Бурятии, Ингушетии, Чеченской Республики, Башкортостана, Татарстана и Чувашия. Фильм «Открытие Чайки» режиссера Эллы Манжеевой в кинотеатре Ворский представила исполнительница главной роли актрисы Евгения Манжеева. Вход на все киносеансы традиционно свободный. Родион Архипов, Олег Якимов, Андрей Шоклев. Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Хотите новый телевизор? Устали от старой микроволновки? Или, быть может, у вас сломалась стиральная машина? Тогда вам в магазины бытовой техники и электроники «Лидер». Здесь всегда готовы помочь и подобрать то, что необходимо именно вам. Кстати, точки этой компании есть во всех крупных районах республики. Сеть «Лидер» объединяет 24 магазина. В магазине «Лидер» мы ежедневно предлагаем огромный ассортимент бытовой техники, аудио-видеотехники, техники для дома и офиса, мотоблоков, инструментов, а также навесного оборудования. Мы обратили внимание, что многие наши потребители расплачиваются картами Сбербанка. И для удобства оплаты потребителей, а также для того, чтобы они сэкономили денежные средства, мы заключили договор со Сбербанком, благодаря которому мы помогаем потребителям сэкономить их денежные средства. И даем скидку дополнительного размера до 5%. Это нравится нашим потребителям и очень удобно. Кстати, приятный сюрприз ждет всех пользователей карт Сбербанка. Здесь при оплате любой покупки такой картой начисляются бонусы «Спасибо» в размере 0,5% от суммы покупки. Таким образом, клиент не только получает скидку, но и зарабатывает бонусы, которыми можно расплатиться в магазинах-партнерах Сбербанка. Сбербанк активно работает с текущими торговыми точками по приключению к программе лояльности, а также к программе «Спасибо Сбербанка». Поскольку торговая техника компании «Лидер» является популярной среди жителей Сочувашской республики, мы заключили с ними договор по предоставлению ими скидки владельцам карты Сбербанка. Вот уже примерно 70% жителей нашей республики расплачиваются картами Сбербанка. Активный пользователь карты и Ольга Георгиева. Постоянно пользуюсь картой. Это очень удобно. Не нужно носить наличные деньги с собой, переживать за них. За техникой хожу только в «Лидер», поскольку и консультанты здесь приятные, и цены низкие. А теперь еще по картам Сбербанка дают дополнительную скидку. Это очень удобно, и я очень довольна. Бонусы хороши тем, что их можно тратить. А заработать бонусы очень просто. Подключаешь «Спасибо» от Сбербанка и расплачиваешься картой. Уже сейчас «Спасибо» в качестве оплаты принимают более 10 тысяч торговых точек и крупнейшие интернет-магазины по всей России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова